дорогие друзья всем привет с вами передач по кашеваре у меня завалялась тыква и именно поэтому мы сегодня с вами будем готовить тыквенный пирог родом это блюдо из сша но так как у нас тыквы тоже дофига растет она для нас вполне подходящий для приготовления тыквенного пирога нам потребуется примерно килограммчик тыквы 150 миллилитров молока 300 миллилитров жирнючих сливок коричневого сахара 150 грамм примерно можно заменить на обычный я разрешаю 2 чайные ложки молотой корицы чайная ложка молотого имбиря 3 яйца нам потребуется два целых яйца и 1 желток соль для теста нам нужна будет мука 180 грамм 100 грамм сливочного масла плюс еще 4 столовые ложки но очень холодного молока и по щепоточки соли и сахара вот и все мы можем начать приготовление готовим сначала основу для основы нарезаем масло небольшими кубиками комбайн выкладываем соль сахар и сливочное масло туда же добавляем муку перемешиваем все в комбайне не выключая комбайн добавляем понемножку ледяное молоко всего уйдет как я и говорил примерно 4 столовые ложки заворачиваем тесто в пленку и убираем в холодильник на 30 минут достав тесто из холодильника быстро раскатываем его в круг укладываем форму диаметром 26 28 сантиметров застилаем пергаментной бумагой высыпаем какой-нибудь гнет типа фасоли но у меня фасоли нет поэтому я добавлю рис и выпекаем при 180 градусах 20 минут все основа готова убираем наш груз и пергаментную бумагу тыкву нам надо довести до мягкого состояния а делать мы это будем следующим образом нарезанную на мелкие кусочки тыквы вместе с кожурой вместе с кожурой кладем какую-нибудь форму для выпечки выливаем туда молоко и ставим печься тыкву в нагретую до 180 градусов духовку выпекать мы ее будем 30 50 минут все зависит от того когда тыква будет готова нам нужно чтобы она стала совсем мягкой достаем тыкву из духовки и сразу ставим духовку нагреваться до 220 градусов у тыквы удаляем кожуру тыкву взбиваем блендером постепенно добавляя яйца и желток потом добавляем сливки и наконец специй в итоге взбивание у нас получается однородная пюрешка выкладываем пюрешку на подготовленную основу ставим пирог в духовку выпекать будем сначала 15 минут при 220 градусов потом уменьшаем градусы до 180 и выпекаем еще примерно 40 45 минут вычислить готовность нашего пирога можно обычной зубочисткой втыкаем в серединку если зубочистка сухая значит пирог готов естественно когда мы пирог вынем из духовки ему надо дать остыть остывший пирог сверху можно посыпать сахарной пудрой остывший пирог сверху можно посыпать сахарной пудрой вот и все с вами была передача по кашеварям всем пока до новых встреч до новых встреч и